друзья я приветствую вас на канале альпийский сад с вами лара сегодня хочу посвятить это видео обзору своих черешковых гортензий у меня их несколько разных сортов и под хочу вам показать разницу чем они отличаются вот этот сорт появился у меня не так давно я уже хвалилась показываю его у него есть такие чудесные соцветия собственно поэтому я его и купила сорт большой куст большой такой взрослый я его до сих пор никак не посажу на постоянное место у нас и тут дождение прекращающиеся очень холодно очень необычный холодный май вот такие у него крупные листья небольшой глянец соцветия как я уже говорила сорт называется вот этот сорт с красными цветами с розовыми цветами я еще не видел как он цветет живую будем наблюдать буду вам показывать шизофрагма cross sensation называется сорт еще раз напомню это черешковая гортензия вот такой взрослый большой куст далее у меня еще есть тоже другой сорт цветущий тоже розовыми цветами такими красно-розовыми этот сорт называется аномала глабра крак корал листики у него мельче вы видите они немножко по-другому выглядит где-то в магазине так думал немножко поджарился хотя стояли абсолютно одинаково они в одном месте стояли все гортензии черешковые и вот конкретно этот сорт все кустики были вот такие с поджарившимися листочками возможно они как-то пострадали от какого-то солнца которого я даже не наблюдаю особо в этом году но листочки достаточно у него мелкие возможно это зависит от возраста растений тоже но все равно листья отличаются вы видите вот сорт роз sensation и вот этот крак корал сейчас я вам покажу еще другие сорта с белыми с белыми цветами которые у меня тоже еще не цвели но надеюсь что у меня все впереди вот еще один сорт черешковой гортензии тоже у нее более глянцевые листья это обычная шизофрагма с белыми цветами тоже еще не цвела кустик совсем молоденький я его приобрела осенью 22 года вот так он выглядит на сегодняшний день еще тоже не сажала его на постоянное место в сад и сейчас вам покажу свою уже шестилетнюю или даже 7 летнюю шизофрагму которая была куплена самой первой и этот куст и многострадалиц он тоже нет свел до сих пор но я ошиблась с местом посадки я посадила его в угол к забору там достаточно темно достаточно темно и вот не так давно я его пересадила в другое место в более светлое более солнечное место будем наблюдать если он соберется цвести как я уже говорила в предыдущих видео посвященных черешковому гортензии эти гортензии цветают на побегах третьего порядка сейчас пока вот у меня только побеги первого где-то 2 порядка появились вот здесь вы видите уже все таки да вот давайте посмотрим вот первый порядок это сам ствол вот там внутри далее пошла вот веточка веточка такая уже деревянная вы видите и от нее пошли вот такие побеги на концах как на концах которых начинают появляться соцветия сейчас вам покажу свой шестилетний куст шизофрагмы с белыми цветами которая пока не дала веточки третьего порядка и не планирует свести сравним ее тоже по листьям но она больше вот похоже вот на этот сорт еще у меня в планах показать вам пестролистную такую же гортензию я про нее как-то рассказывала но ее я не решила приобрести потому что у нее листья совсем мелкие вот даже мельче чем у этого экземпляра очень-очень мелкие листочки вот где-то где-то наверное такие такие маленькие хотя растение достаточно большое она по высоте вот наверное примерно соответствует вот этому где-то метр как минимум высоту она растет я просто доеду в этот garden центр сниму для вас видео покажу я была там в субботу и было очень много народу мне было неудобно снимать люди туда сюда ходили и мне не хотелось там и мешать поэтому я как-нибудь постараюсь заехать в этот garden центр в будний день и снять для вас вот этот пестролистный сорт а сейчас перейдем к моему страдальцу который уже достаточно давно находится мне в саду ну и вот моя страдалица который у меня уже очень очень давно с шестнадцатого или семнадцатого года куплены кустик уже тоже достаточно взрослый такой вот деревянный ствол вы видите но веточки пока пока вы видите вот эта ветка вот смотрите эта ветка 1 порядка вот основной ствол вот пошла от нее ветка 2 порядка и вот сейчас зазеленели ветки 3 порядка то есть я предполагаю что вот на этих ветках следующем году скорее всего хотя даже наверное я не назову вторым порядком потому что это продолжение ветки это не ответвление да то есть должны быть вот такие мне кажется ответвление идти которые в будущем должны будут зацвести буду вам показывать потому что для меня это точно такой же незнакомый зверь как и для большинства из нас информации в сети достаточно мало где-то я вижу в старых городах возле старинных построек очень очень крупные экземпляры я вам показывала некоторые из них уже как только они зацветут и вам обязательно их покажу холодный май напоминаю еще раз и пока гортензии полные уже в не соцветиях взрослый куст который вот на видео по моему последние предпоследнее видео он не цветет вы видите что по листьям все-таки они отличаются по форме немножко и по глянцевости вот мне кажется самый матовый куст это rose sensation цветущие розовыми цветами ну будем ждать когда она расцветет у меня и может быть я к тому времени уже найду возможность ее посадить я пока еще не решил куда и сажать все вместе сюда или в какое-то другое место и тогда вам покажу как она будет свести друзья на сегодня это все я с вами прощаюсь если у вас есть какие-то идеи комментарии или свой опыт делитесь рассказывайте я буду только этому бесконечно рада всего вам доброго